У нас же черно-белый формат, правильно? Плей! Моя жизнь... Ну ты слушай так сразу, ведро на голову. Блин, жизнь вообще — это об отношениях, о проживании каждого дня, о знакомствах с какими-то людьми, опять-таки о работе, о том, что вот о каждодневном каком-то деле или делах. Жизнь нужно... Я считаю, что жить нужно сейчас. Вот сейчас я живу, вот сейчас у меня вот такой формат. Вот я живу, и это жизнь. Из мелочей она складывается. Это самая главная мелочь. Крупная — это уже так, события, скажем так, да, которые происходят в жизни, а жизнь — это вот каждодневные мелочи, мелочи. Складывается день, и потом ты вечером такой приходишь, ну, блин, классный день был. И вот это жизнь, наверное. Я стараюсь каждый день проживать, ну, как можно ярче, наверное. Да? Ну, хочется так. И вот в моей работе самое главное — это все еще и зафиксировать, заснять. И показать это все людям в Инстаграм где-то, да, или там сториз там. Ну, многие понимают, многие нет, думают, а что она там пошла там, ездит по каким-то делам. Нет, а для меня это событие. Поехать там договориться о каком-то мероприятии для детей, да, то есть вот, ну, для меня это событие, для меня это важно. Вот некоторые парятся, да, вот как я там буду выглядеть, вот давай переснимем, вот мы даже с моей вот сейчас партнершей снимаем рекламу в Инстаграм, да, на танцевальный лагерь. И она, ой, нет, я здесь, там тень, там не упала, это не упало. А я такая думаю, блин, ну, ты же не можешь быть в этом моменте, вот, ну, идеальные люди, они наоборот, мне кажется, отталкивают. Потому что вот я представила, да, вот все там ищут какой-то идеал, там еще что-то. Вот представляешь, ты встречаешь идеального человека, но тебе реально что с ним делать? Ну, с ним реально скучно, потому что это, он идеально накрашен, идеально себя ведет. У тебя в ответ будет миллион комплексов на это, да, то есть зачем быть? Надо быть просто собой и вот, ну, блин, и ловить от этого кайф какой-то, ловить от этого вайп какой-то такой, что ты вот такой. Потому что, ну, все люди разные, моя бабушка всегда говорила, все люди разные. И всегда нужно в человеке искать всегда что-то вот хорошее, то, что тебя притягивает. Ну, это сложно, потому что ты встречаешь сразу, как это, ты доверяешь всем людям? Говорит, да, я доверяю всем людям, я доверяю, потому что, ну, человек ко мне пришел. А почему я должна ему не доверять? Он мне ничего плохого, нехорошего, ничего не сделал. То есть, ну, если ты к нему с открытой душой сразу, да, и с доверием, с таким вот, ну, нормально будешь относиться, то к тебе тоже такое же сразу будет отношение. А если ты сразу с агрессией, там, а, что ты-то там, одел что-то не то, ботинки какие-то грязные. Блин, ну, обстоятельства могут быть разные, да. Почему он сегодня, как в фильме это, Москва слезам не верит. Я не знакомлюсь с мужчинами в грязных ботинках, а по итогу оказался какой мужчина, да, перед тобой. А всего лишь стереотип вот этот, все вот, поставила себе, так, грязные ботинки, я не знакомлюсь. Нет, точно так же и с людьми приходят. Надо всегда искать что-то хорошее, положительное. Другой вопрос, когда уже тебе там на твое положительное начинают гадить в душу, да, или использовать тебя, ты же сразу это почувствуешь. Да, тогда, возможно, уже как бы и отодвигать такое общество, да, то есть отодвигать таких людей куда-то на задний план. Ну, а изначально нет, изначально надо. Вот, ну, это ценно для меня. Доверие формируется, как между людьми. Ну, явно не словами. Скорее всего, это поступки, это 100% поступки. И это не должно быть что-то глобальное. Просто прийти вовремя, там, не опоздать, да, там, не подвести, если что-то обещал, сдерживать обещания, даже самые маленькие. Ну, и отвечать всегда друг другу. Не то, что ты мне, я тебе, нет. А именно должно быть от души помочь, вот, прийти на помощь. Даже в мелочах, вот, даже вот мне надо было колеса поменять. Ну, у меня, допустим, таких людей рядом не нашлось, да, которые бы сказали, Ир, там, куда ты едешь, там, я там еду, там, вот, мне нужно колеса поменять, да, там, на летнюю резину. Вот, предложи свою помощь какую-то, не знаю, ну, чисто от души. Вот, 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 вот в отношениях доверия, да, в отношениях, в отношениях человеку друг к другу, вот тогда доверие. А так, если ты ничего не делаешь, просто сидишь, переписываешься в телефоне, там, что-то пишешь словами, ну, написать можно все угодно, как моя бабушка тоже говорила, бумага все стерпит. Точно так же сейчас вот мессенджеры, да, они все стерпят. Можно придумать даже личность какую-то в телефоне, ты можешь быть совсем другим. А когда встречаешь и видишь глаза, и как это, эти же слова даже, вот мне было интересно всегда, если долгая переписка, да, то, а давай почитаем переписку по ролям, то есть ты читаешь то, что ты писал, а я читаю то, и вообще слова приобретают другой смысл, просто другой. Вот то, что написано, и то, что, как человек произносит, и с какой, с каким взглядом, с какой реакцией, тон голоса, жесты, ну, это вообще другие люди. Это вообще, это просто, ну, у меня менялось в лучшую сторону в таких ситуациях, но я провожу такие эксперименты иногда, ну, с уже такими знакомыми людьми, которые вот хорошо уже подружились. Ну, прикольная такая штука. Да, поэтому я не люблю мессенджеры, я не люблю писать. Мессенджеры, считаю, это должно быть для коротких каких-то договоренностей. Там, я задерживаюсь там на пять минут, давай встретимся там, тра-та-та. То есть, ну, каких-то определенных, а не вот эти расписывания мнений, событий каких-то, да, там, своего какого-то взгляда на жизнь. Нет, это не мессенджеры, потому что все по-разному. Каждый воспринимает человек то, как он чувствует. А я-то могу чувствовать по-другому. И вот из-за этого сразу могут быть недопонимания и конфликты. Вот поэтому, когда клиенты пишут там, вот что вы там вот выложили в Инстаграм, блин, да нет, позвони, спроси, просто позвони даже по моей тенации, по голосу ты поймешь, что все не так, как ты думал. И уже ситуация будет по-другому. И вот твое ощущение будет другое. И ты уже по-другому поймешь этого человека. И у меня будет шанс, да, нормально объяснить, ну, почему так получилось. А когда начинают претензии какие-то или что-то вот писать, ну, вот эта агрессия, она... И я, тем более, вообще в сообщениях не воспринимаю агрессии никак. Я не знаю, почему. Я просто читаю черные буквы на белом фоне. И как бы первое такое, да, о, человек разозлился. А потом так... И все, и там потом нормально. Кто там? Не, сейчас. Да, Серег, ну, ой, ну я добрая, доверчивая. Хотя для многих, кто вот посмотрит, возможно, скажет, что какая ты добрая. Ты вообще такая... Ну, восприятие людей, да, разное, чем я сама себя ощущаю. Ну, доброе, доверчивое, очень, очень доверяю людям. Наверное, жесткое тоже одновременно в каких-то вопросах, делах. Очень. Целеустремленное, однозначно. Если мне что-то надо, и у меня какая-то цель, и если я этого очень сильно хочу, я не буду вырывать прямо сейчас, да, то есть вот зубами, по трупам идти, нет. Нет, я буду постепенно идти к своей цели, маленькими шажками. Сегодня я сделаю это для этого, завтра я сделаю это для того, чтобы вот это случилось. И когда ты совершаешь эти шажки, вот маленькие, да, к определенной большой цели, то и как-то мир, обстоятельства вокруг тебя, люди приходят такие, которые тебе будут помогать в этом. Ну, вот это очень удивительное такое свойство, я заметила, особенно вот последние, наверное, 15-10 лет, что когда ты вот маленькими шажками, то и подтягиваются к тебе определенные вот какие-то ситуации, работа какая-то, люди опять-таки, да, подтягиваются, которые тебя подводят ближе и облегчают достижение твоей цели, как-то вот, ну, или направляют некоторые, да, или, допустим, даже вот та же карма, да, ты должен пройти через какое-то испытание и стать, вынести из этого испытания какие-то уроки, чтобы приблизиться к этой цели. Вот это удивительно. И если ты это замечаешь и видишь, то даже вот какие-то проблемы и внештатные какие-то жуткие ситуации, и при которых ты вот, ну, вот много лет назад я, возможно, бы сидела бы рыдала, да, и думала, что все, жизнь закончилась, и все рухнуло, и это какое-то, все, больше дальше жить нельзя. Нет, сейчас совсем другое отношение, и ты уже понимаешь, что, ага, вот это здесь надо было научиться этому, 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 и ты берешь эти уроки, и тебе даже проверку иногда присылает мир, да, и ты такой, опа, а я у меня уже такое было, а я вот делала так, а потом я же вспомнила, что мне нужно было, если я сделала так, то будет неправильно, и надо сделать по-другому, и ты делаешь по-другому, и уже понимаешь, что ты вынес уроки из предыдущей дурацкой этой ситуации, патовой такой, да, и ты, и вообще сразу белая полоса наступает. Вот реально, ну, это вот такое вот, ну, это надо осознать в голове, когда ты это осознаешь, вот совсем по-другому мир открывается. Ну, вот даже трава не такая зеленая, а еще более зеленая. Да. Первое, это я танцую, это танцы. Когда у меня вообще нет сил, я иду танцевать. Вот это вот мне вообще просто дает, оно с детства так, вот, чуть какие-то проблемы, чуть какие-то неурядицы, мне плохо, у меня заканчивается энергия, я иду там, я вот танцую, я дома могу включить музыку, я могу пойти там в клуб куда-нибудь просто, одна, две, три песни, мне вот так достаточно. Второе, когда заканчивается энергия, очень классно, когда я выезжаю на природу, и вот прям есть мое какое-то дерево такое, и я вот могу прям прислониться, и мне кажется, что вот эти соки, которые по дереву поступают, они и в меня, вот, пополняют меня, то есть вот без телефона и вот просто на природу, класс. Вот энергия, да. Но больше танцы, больше танцы. На природу хорошо, но больше танцы, да. Эмоциональная яма, когда все заканчивается, да, и когда ты уже просто чувствуешь себя на дне, правильно? Дважды в жизни я начинала жизнь сначала, дважды. Первое в 23 года, когда я в Италии потеряла работу, я поссорилась с подругой, которая поехала, я потеряла работу, открыла карту Италии, закрыла глаза, вот так вот ее покрутила, и вот так пальцем тыкнула в карту. И я загадала, что если я туда поеду, то я там буду, ну, найду друзей, найду работу, найду, у меня все будет там хорошо. И это оказалось, то есть я работала на острове Эльба, а это оказалось вообще север Италии. И я беру свой чемодан, это была глубокая осень, я беру свой чемодан, собираю все вещи втихаря, чтобы никто даже не видел, не знал, сажусь, беру билеты на поезд и уезжаю. И уезжаю под Бальзана туда, вот на север. И оказываюсь в маленьком городке Добьяка. Я просто проспала свой город и проехала дальше. И вот я выхожу, вокзал там работает до 12 ночи. У меня в кармане 25 евро. Чемодан, осеннее пальто, на севере метет снег, все замело снегом. Вокзал закрывается в 12 часов, и меня просят с вокзала выйти. И я сижу в Италии, без документов, с 25 еврами, на вокзале, в осеннем пальто, и мне некуда идти. Вот просто никого нет. Вообще. И в тот момент просто расслабляешься, просто расслабляешься. Ты просто вот так вот стекаешь по телу вниз и просто сидишь. И почему-то напротив был ларек, у них такие ларьки-то и называется табако. Там продаются жвачки, журналы, сигареты, какие-то сувенирчики и все. И там зажигается свет, туда приходит девушка. Ну, не девушка, а женщина. И я иду так. А мне всегда вот нравились в Италии такие, знаешь, есть стрега называется, такая бабаёшка, такая красивая, ну, такие, очень такие, классно сделанные, она на метле, и у неё там мешочки. И в этих мешочках говорят, что если ты по дому ею, и ты стрегой, по бабаёшкой ты помахаешь, то это всё плохое собирается в этот мешочек и выносится из дома. То есть ты вешаешь её на дверь, и каждый раз, когда дверь открывается, твоего дома, да, то с этих мешочков всё плохое сейчас дома улетает. И вот у меня, я так верила в это в тот момент, и вот она открывает, и я туда захожу, говорю, можно? Я говорю, ну, вот, а 12 ночи, всё, ну, уже, в принципе, она что-то там забыла. И я говорю, я хочу купить вот эту стрегу. Она стоила ровно 25 евро. Ну, я понимала, что на эти 25 евро я не смогла бы ни снять гостиницу, ни комнату, ни поесть, купить. То есть, ну, это ничего. В Италии 25 евро – это ничто. Я покупаю эту стрегу, сижу, у меня слёзы вот так текут, я держу эту, она у меня сейчас висит на двери до сих пор, держу её, и останавливается машина, и какая-то женщина, а что ты здесь сидишь? Я говорю, ну, потому что, говорю, я приехала, и вот я из Беларуси, типа, и у меня некуда. И она меня говорит, садись, говорит. Она оказалась директором гостиницы, директором ресторана, у неё прекрасная семья, я до сих пор с ними переписываюсь и дружу. Она мне дала работу, она мне сделала документы, она меня познакомила потом с другим работодателем, со священником, и я потом очень долго, очень долго там работала, и вот, вот это был провал такой, да, ну, всё, ты остался один, вот что меня спасло? Просто вот это спокойствие какое-то, без паники, вот такое вот, уметь собраться, наверное, чувство, я не знаю, как из ямы вытянуть себя, ну, только вот верой какой-то и надеждой, и какой-то, может быть, сказкой придуманной себе в голове, да, что тебя будет толкать на положительные мысли. Ну, я так всегда, кстати, думаю. И потом уже, когда второй раз такое случилось в жизни, когда я поте, вот когда вот коронавирус вот этот случился, это вот было второе обновление у меня в жизни. Я потеряла близкого человека, у меня, загнали меня в долги вот с моим помещением, на меня завели уголовное дело, грубо говоря, да, я потеряла работу, ну, блин, всё рухнуло, просто всё, вот в один момент, вот так вот. я помню своё состояние, я вышла такая, и опять у меня вот такое состояние, что у меня дух выходит из моего тела вниз, и внутри такая пустота, и я такая говорю, хорошо, вот сейчас есть момент, всё начать опять заново, и надо просто отдохнуть. И вот тогда я поехала на природу, к друзьям, под Гродно на север, и месяц там колола дрова, какие-то что-то соберут, такие вот мелочи, а там нет ни интернета, ни телефона, вообще ничего, ничего, ни связи, вообще ничего. И мы что-то там занимались какими-то грядками, такое вот всё такое. Я такая приехала, думаю, блин, всё, хватит, 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 надо делать. Всё, и я быстренько, чик за месяц, всё, и постепенно восстанавливается, ну, блин, реально круто. Всё, и потом, можно себя похвалить и сделать себе какой-то подарок. Это утягивает, да. Ой, блин, танцы. Ну, для меня в жизни танцы, это не танцы. Это далеко не танцы. И вот многие люди приходят и говорят, вот мы хотим записать своего ребёнка на танцы. Я всегда задаю вопрос, зачем? Потому что люди, как правило, и все думают общее такое мнение, что танцы — это научиться танцевать. Танцы вообще не про это. Это не научиться танцевать. Научиться танцевать — это как вишенка на торте, это тебе бонус такой. вот ты вот сделал определённые усилия, шаги, что-то ты сделал, и бонусом ты научился танцевать. Танцы — это возможность быть разным. потому что в любом случае в жизни мы играем где-то в каких-то обстоятельствах какие-то роли. Допустим, у меня есть роль директора, да, я должна быть строгой, я должна быть... У меня есть роль ИПшников налоговой, это тоже роль. У меня есть роль, допустим, той же мамы, да, это совсем другой человек должен быть. У меня есть роль подруги, это тоже. Ну, это всё разные, не то, что разные люди, это разное... Это надо всё уметь, я считаю. И есть, и танцы помогают проживать эти роли. То есть ты можешь станцевать танец лучших двух подружек, да, и вжиться в эту роль, и станцевать это, как ты чувствуешь, как ты это представляешь, это первое, что в танце, это роли, да, ты можешь прожить чью-то жизнь или какое-то своё будущее событие. Я вот, сейчас хочу купить новую машину, я иногда включаю какую-нибудь музыку и представляю, что я еду на машине, как я на ней еду. Я танцую, как я еду на своей машине. Это помогает положительно думать, что у меня всё получится. вот, но для, как бы, вообще танцы, для, вот почему танцы, чтобы научиться танцевать, нужно быть целеустремлённым, это воспитывает. нужно иметь привычки. Не иметь привычки, а научиться их создавать, положительные привычки. Не опаздывать, быть ответственным перед коллективом. то есть, вот, ну, целеустремлённость, да, уже, ну, наверное, это самое основное, потому что, если ты, ну, танцы, это долгий процесс, то есть, ты не можешь прийти в одно занятие, да, там, в три занятия, это как пресс накачать, да, ты не можешь, два раза покачал по 15 раз, и у тебя уже кубики. То есть, это привычка, целеустремлённость и последовательность движений, твоих действий каких-то, да, ходить постоянно на занятия, это тяжело, потому что ты должен точно понимать, что ты этого хочешь, ну, определённую цель достигнуть, да, ты должен понимать, что без, как это сказать, постоянства посещения занятий или постоянства каких-то действий ты не достигнешь той цели, которую ты поставил научиться танцевать, да, и по сути, когда ты всё это, все эти действия делаешь, ты приобретаешь вот эти все привычки положительные, которые потом в жизни, когда ты уже пойдёшь там на работу или в той же школе с уроками, да, там или ещё, то есть, ну, вообще вот в жизни в обыденной, они у тебя уже, эти привычки есть, и ты эти привычки переносишь на другие жизненные свои ситуации, и из этого получается очень организованный, классный человек. вот это танцы. А то, что ты научился танцевать, да, благодаря тому, что ты вот совершал вот эти все действия, да, ты ещё умеешь и танцевать, это же ещё круче. Поэтому, когда приходите на танцы, нужно знать, зачем вы туда приводите детей. Вот всегда спрашиваю, зачем. И вот я очень редко получаю ответ осознанный от родителей. Ну, как, зачем? Вот просто ей нравится перед телевизором танцевать. Зачем? Почему ей нравится перед телевизором? Ну, танцевала бы дальше перед телевизором, да? Какие проблемы? Зачем вы пришли именно сюда на танцы? Не именно ко мне, это уже второй вопрос, а именно на танцы. Почему? И когда у человека ты вытягиваешь, почему и зачем? Тогда понимаешь, будет толк или не будет. Или вот это закончится месяц и выброшенные деньги. Ну, а я не хочу, чтобы у людей были выброшенные деньги. Я не люблю так. Моя школа танца не про деньги. Моя школа танца про отношения, про достижение целей. Пусть даже какими-то такими путями немножко неудобными для родителей, для детей. Нужно перешагнуть через себя, знаешь, заставить себя. Вот у меня не получается. Я не знаю такого слова, не получается. Нет такого слова не получается в нашей школе. Нет. Есть только действия педагога, твои и родителей. Если эти действия объединены, все получается. Все. Формула очень простая. блин, прикольно. Хорошо, что вот есть возможность это, даже вот говорю и у себя объединяю по полочкам это все, даже у себя порядок в голове навожу, потому что так периодически думаешь кусками, да, а потом так чик и приходишь к какому-то сбору. Блин, классно. Да, мне нравится. Но вообще это как бы считается, наверное, больше миссией, да, какая моя миссия, с чем я иду в мир, как бы, и для чего вообще я что-то делаю в жизни, наверное, да, потребность моя в этом, наверное, это нести какое-то добро, обучать, ну, блин, не хочется вот этими словами, да, общими такими, как говорится, заезженными такими. Ну, я вижу, что моя потребность это вот в обучении детей. Я всегда хотела, чтобы поколение, которое и не одно, которое вот будет, которое я буду воспитывать, грубо говоря, ну, я не буду их воспитывать, нет, так не скажешь, с которыми я буду взаимодействовать с этими поколениями. То есть, вот у меня уже сколько, 30 лет почти, как я преподаю танцы, 30 лет, и у меня уже точно три поколения есть людей, которые прошли через мою школу танца, через мои уроки, и я могу вот прям сказать, что я, допустим, горда, что каждый раз, когда я выхожу на улицу, или вот даже вот случай в магазине вчера был, я просто пошла за лавашом и встречаю маму девочки, которая у меня училась 10 лет назад. То есть, она уже взрослая, она уже закончила хореографическую школу, я там работала, и вот человек просто через всю вот эту толпу очереди, я вижу, что несется человек, я понимаю, что он несется ко мне, и когда она подходит ближе, Ирина Николаевна, мы вас до сих пор вспоминаем. Почему? Я же была злая, я была требовательная, я строгая, у вас там были какие-то свои дела, вы то-то-то, Ирина Николаевна, вы не представляете, говорит, как это, вот эти три года, что вы преподавали, что мы у вас учились, говорит, как это повлияло на мою дочь, как повлияло, вот, и вот это, я считаю, что ради того, чего я и живу, менять людей, менять свое окружение, какими-то действиями, поступками, своей работой, своим отношением, своими знаниями, ну, вот собой, своим присутствием в их жизни, ну, для меня это важно, и я считаю, что надо это делать, потому что мы все взаимодействуем, общаемся, и мы все по-любому влияем друг на друга, даже если мы этого не хотим, ну, вот это моя, наверно, такая миссия в жизни, блин, нет, цена в основном жизнь, вот для меня ценность – это жизнь, во всех ее проявлениях, и ценно то, что происходит в моей жизни, и чтобы жить, чтобы жить, надо быть здоровым, да, надо заботиться о своем здоровье, потому что, ну, это ценно, да, потому что никому не нужен инвалид, и что ты инвалидом сделаешь, да, ценность – это окружение мое очень ценно, потому что оно на меня влияет, и я стараюсь окружить себя людьми, которые несут мне добро, и которые не тянут вниз, самое главное, а которые, наоборот, меня мотивируют, и я тогда делаю свою жизнь лучшей, краше, ну, ценность для меня жизнь сама, я не могу выделить отдельно семью или еще что-то, вот, раньше, возможно, да, я могла бы сказать, вот, ценность для меня – это вот семья, или моя работа, это нельзя взять отдельно, а что ты будешь, ну, хорошо, твоя работа, ценность, ну, а как ты будешь работать, если у тебя не будет дома, не знаю, как ты будешь работать, если у тебя не будет здоровья, как ты будешь работать, если у тебя не будет там чего-то, я не знаю, настроение тоже хорошее, нет, жизнь, самое ценное, это вообще ничем не, вот, как ты ее проживешь, вот, вот это вот, вообще, такое, я сейчас вот в кайфе нахожусь, я сейчас в таком, в такой жизненной ситуации, вообще, просто, что, как бы, еще не сильно состарилась, и мозги есть, да, то есть, понимание есть, чего хочу, конкретно, чего хочу, и вот, и вот, вот этот, вот это состояние, вот сейчас я нахожусь, вот, я сейчас могу сказать, что я сам счастливый человек, вот, вот это вот, вот это для меня ценно, моя жизнь, да, моя цена, это самое ценное, все, тут надо разделять, мужчины и женщины, у них по-разному воспринимаю, женская, женщина, знакомлюсь, и мужчина, знакомлюсь, совсем разные качества, если женщина, знакомлюсь, то, насколько она доброжелательна, насколько она открыта, и насколько, вот не хочу это слово говорить, но, есть такое, насколько, вот, оно некрасивое слово, я его не люблю, подлость, но, женщины хитрые, все, и я, тоже, и вот, насколько, ну, это честно, насколько ты, с каким интересом она ко мне приходит, то есть, насколько она хочет из меня что-то взять, если это открыто и вот нормально, то я идут на такие, да, а если это очень сильно видно, что именно какую-то извлечь пользу, и ты, по сути, неинтересна ей, как человек, очень тяжело мне с такими людьми, и вообще мне очень, намного проще дружить с мужчинами, чем с женщинами, я заметила, у меня даже больше друзей мужчин, чем женщин, я с женщинами, ну, мне тяжело дружить, потому что, в женщинах, они, ну, они должны быть такими, и они правы, они должны быть такими вот, мягкими, беспомощными в чем-то, да, вот, ну, ну, в то же время, когда вот женская компания, ну, зачем, вот эти качества, в женской компании, то есть, ну, мы же все здесь на равных, правильно, и когда кто-то начинает быть более, ну, я не могу открыть эту крышечку, открой, и мне дает, да, ну, а что я, я же тоже девочка, я тоже, ты думаешь, что у меня больше сил открыть эту крышечку, ну, это такой тупой пример, ну, он такой показательный, во всех таких вот вещах, вот, женщины, да, и в то же время, есть такие сильные, да, которые даже не задумываются, там, что, ей должны там открыть дверь, там, или там, ну, не ждет, по крайней мере, этого, да, она сама эту крышку зубами, ну, и такие тоже есть, ну, такие, но тоже от как-то так, ну, то есть, вот эти вот перепады, не знаю я, мне как-то, и я сама, даже я вот сейчас, я понимаю, что бизнес меня сделал, что я раньше была мягче и женственнее, а бизнес меня заставил сделать, моя работа меня поменяла, и я стала такой вот гром бабой, которая напролом, да, вот стрижка же у меня была короткая, да, и я вот прям в этой стрижке я прям ощущала себя такой, что мне море по колено, и я потеряла эту женственность, и из-за этого, из-за этого и личная жизнь у меня наперекосяк пошла, потому что ушла эта женственность, вот, а мужчины, когда встречаешься с мужчиной, ну, мне очень важно, чтобы он был спокойный, то есть, мне кажется, меня достаточно вот этой взрывной, да, мне нужно напротив, чтобы рядом со мной был очень уравновешенный, очень ценю таких людей, спокойных, которые мало говорят, но много делают, то есть, вот, если я жалуюсь там где-то на бизнес, вот, представляешь там то-то, то-то, вот это, 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 и вот этот человек сидит молча, я понимаю, что он может решить мою проблему, да, ну, и для него это, возможно, ничего не стоит, и вот он такой сидит спокойно, да, да, ну, все, и мы на этом разошлись, ну, хоть выговорилась, и потом чик-так, через там, день, так, смотри, мы там вчера с тобой говорили об этом, этом, вот тебе контакт этого человека, вот тебе это, вот тебе то, вот тебе это, действуй, круто, вот это я считаю, что это самое достойное такое мужское качество, который, не просто поговорили, ну, смог бы, помог, да, не смог бы, но тоже, ну, ну, человек не может помочь, ну, что, и я тогда ради таких людей готова, вот, ну, все отменить, если что-то понадобится, и прям вот, отдаюсь прям вообще всей душой, умереть, лучше умереть, чем сойти с ума, ну, потому что, когда ты будешь, ну, сойдешь с ума, тебе же еще надо мучиться в этом состоянии, это мы, любимый вопрос, чему я хочу научиться? Первое, что, вообще, не предыстория, просто фраза, я считаю, что неправильно устроен мир в этом отношении, в школу мы должны идти-то после 40 лет, а на пенсии мы должны быть до 30, понимаешь? Потому что, когда ты молодой, и когда тебя заставляют идти в школу, учиться, твой мозг не готов еще воспринимать ту информацию, которую тебе дают, у тебя другой возраст, это другое ощущение мира, тебе это просто не надо, и так достаточно всего, кругом информации, без школы, без институтов, без всего, которую ты должен изучить, отношения, и все, то есть, ну, вот много чего, а когда ты после 40, ты уже сам начинаешь искать какие-то курсы, это, это, и ты эту учебу воспринимаешь совсем по-другому, она тебе идет в 20-100 раз во благо больше, то есть, я считаю, что я в школе училась зря, ну, я оттуда ничего не вынесла, а вот то, что я получила после 40, это лучшее, что я могла пройти, это лучшее обучение, и лучшее, лучшее вообще все, что в моей жизни лучше, это вот благодаря вот этим обучениям всем, вот, и чему я хочу научиться еще? Я очень хочу, я хочу, пойти на курсы, ну, нет, не на курсы, в жизни, вот, попасть в ту компанию, в которой я могла бы научиться управлять заводом, вот, большим количеством людей, заводом каким-то очень большим, вот, мне эти качества сейчас необходимы, я очень хочу, для работы для моей мне надо, и для самоорганизации тоже, вот это мне очень, вот, я хочу узнать, как миллионеры, миллиардеры организовывают свое время, пространство, как они решают вопросы, как ведут диалоги, как выступают на семинарах, я хочу прожить хотя бы один день с миллиардером, вот, просто, вот, просто тенью побыть, просто тенью, понаблюдать со стороны, это вот прям, потом я хочу научиться кататься на сноутборде, я хочу прыгнуть с моста, или с парашютом, а лучше и то, и то, я хочу на горных лыжах, я хочу проехаться на самокате, я никогда, кстати, не каталась, я еще хочу научиться, не знаю даже, ну, там по ходу будет видно, наверное, да, остальное я все умею, что такое депрессия, депрессия это, когда ты входишь в какое-то состояние, причем ты сам его, в себя, в себя его, в его, в эту депрессию вводишь, на основании каких-то обстоятельств в жизни, которые тебя в данный момент окружили, то есть вот ты нырнул, и вокруг тебя вода, да, больше ничего нет, нет ни воздуха, ни земли, ничего, просто вокруг тебя вода, что нужно сделать, сколько ты можешь там находиться, в этой воде, чтобы оттуда, вот это мое отношение к депрессии, то есть если я туда вдруг попадаю, вдруг, то важно дать срок себе, сколько ты будешь в ней находиться, во-первых, осознать, что ты там, и понять, что все, ну капец, у меня был один раз такое, наверное, ну, и то это не по молодости, это вот года, наверное, два с половиной назад, у меня было, вот когда, да, когда все рухнуло, и я в какую-то депрессию такую ушла, и я понимала, что если я буду оставаться в этой воде, в этой депрессии, я задохнусь, и просто, да, вот случится, неизвестно, что может быть, даже такие мысли, и придут, ну, на тот момент, но я вовремя дала себе, это меня, кстати, на курсах обучили когда-то очень давно, когда у меня преподаватель увел всех детей со школы, то есть он мне работал, он увел, и вот тогда мне казалось, что все, я вот только бизнес открыла, столько денег вложила, и вся школа уходит за этим преподавателем, и все, я думала, мир, миру конец, ну, ничего, нашелся другой преподаватель, то есть, ну, все выплыло наружу, вот, и вот тогда я поехала на курсы, и мне тогда сказали, говорит, ты должна себе давать дедлайн, то есть, вот сколько ты будешь находиться в этом состоянии, ну, я такая посидела, думаю, так, три дня я уже в ней была, в этом состоянии, ну, еще два дня до понедельника, и все, все, до понедельника, так, понедельник просыпаемся, так, все, нет никакой депрессии, ничего нет, все, надо идти, что я могу сделать, так, что я люблю, я люблю мороженое, что я сейчас хочу, я хочу вот это, я пошла, все это себе сделаю, блин, так жить же прекрасно, ну, что, а что дальше мы будем делать, дальше так нужно сделать, это план, и все, никакой депрессии, надо, ну, нельзя в нее уходить туда, это, это, мозг, он хочет, тебя, он сглаживает твои какие-то, то есть, он, ты хочешь куда-то вырваться, да, какое-то вот модное слово из зоны комфорта, да, вот люди говорят часто, он, ты хочешь, ты понимаешь, что тебе нужно куда-то дальше двигаться и выходить из этой зоны, а мозг тебя, нет, не надо, тебе же и здесь так хорошо, это у тебя вот здесь, это тебе и этого хватит, а представь, что ты пойдешь туда, и будет вот это, это, то у тебя будут проблемы какие-то, вот главное в этот момент, этот мозг просто отключить, просто сказать, заткнись, потому что работа не терпит рассусоливания, потому что есть вещи, которые нужно решать конкретно здесь и сейчас, и я в танцах 30 лет, и я уже знаю, как оно будет, и иногда, возможно, мне не хватает терпения людям это рассказать, потому что 30 лет я рассказываю одно и то же, и сейчас, уже имея свой возраст, мне кажется, я иногда могу себе позволить просто стукнуть по столу и сказать, будет вот так, родители приходят все моложе и моложе, а я становлюсь наоборот старше, и опыта у меня в любом случае больше. И еще такая вещь, наверное, на работе, в чужой монастырь со своим законом не лезь. У меня школа, у меня есть миссия, у меня есть цель, у меня есть ответственность, очень большая ответственность, это из-за людей, которые работают у нас, это и зарплаты, извините, и, ну, все, у меня есть ответственность перед арендодателем, у меня, на мне куча ответственности, и ходить, уговаривать, или рассказывать, иногда просто элементарные вещи, ну, для меня, конечно же, элементарные, для людей, возможно, это не, новое, может быть, что-то, но в то же время, опять-таки, идя в школу танца, нужно узнавать, зачем ты туда идешь, с какой целью, и чего ты хочешь там получить, и мы уже предлагаем, как говорится, свои методы, если я буду всем все рассказывать, и такая вся сладенькая, сладенькая, то будет бардак, руководитель должен быть жестким, я такой раньше не была, я всегда была мягкая, всегда, но бизнес, да, сделал из меня вот такую злюку, сейчас я возвращаюсь, делаю откат немного, то есть, ну, я понимаю, что это отражается на моей личной жизни, поэтому я сейчас разграничиваю, на работе я строгая, дома, я другая, ну, я такая, какая я была до того, как я открыла ИП, да, потому что, ну, такой надо быть, работу нельзя носить домой, да, поэтому на работе я с дуга, да, ну, вот такая, поэтому, плюсы дисциплины, что я злая в смысле, это порядок, раз, это организов, блин, мне не надо дружить ни с кем на работе, по сути, я могу хорошо относиться к людям, что я и делаю, я очень люблю своих преподавателей, я обожаю нашу маму офис, администратора, я всегда приду им на помощь, всегда пойду на встречу, всегда, вот, ну, любой может сказать это, но, что касается работы, это надо сделать, и если ты не сделаешь, ты увидишь меня в гневе, и многие, кто меня плохо знает, и кто пришел похалтурить, и пришел просто провести уроки, они уходят, они уходят из нашей школы, потому что они не выдерживают этого ритма, они, у нас просто разные цели, потому что у меня ответственности перед родителями, перед детьми, я должна заложить в детей какие-то качества, и если я не буду такой, то будет бардак, и будут работать худшие преподаватели Гомеля, и будет худший администратор у нас сидеть, который будет ковыряться в носу, нет, у нас Таня не такая, у нас идеальная мама офиса, идеальные преподаватели у нас, целеустремленные, и работающие, прям пчелки такие, и я считаю, что это благодаря тому, что я могу быть и человечной, говорится, и в то же время где-то, да, и стукнуть по столу, и может быть даже, да, ну у меня есть один недостаток, как директора, я все равно добрая, я все равно некоторые вещи своим преподавателям прощаю, вот что-то не сделали, ну вот я спускаю это на самотек, но это так нельзя делать, это вот, я еще в работе над этим качеством, я должна доводить до конца, и чтобы они доводили до конца, и тогда они станут лучше, я стану лучше, и все кругом станут лучше, и всем будет хорошо, ну, мне нужно в себе это, короче, мне нужно стать еще злее. Надо всегда оставаться женственной, нельзя работу приносить домой, вот это самый главный урок для меня, который был вот за последнее, всегда оставаться к любимому, оставаться той, на которой он, которую он брал в жены, что бы с тобой ни случилось, какие бы трудности ни были, ты должна оставаться той, которая для него цена, и не приносить работу домой, все проблемы вот эти все, ну да, делиться, но не выкатывать это все наружу, сильно, ну, я так думаю, я так думаю, в детстве мне дали почитать книгу куклы мадам Манделиб, я вообще плохо на звание фильмов, всего песен там, всего это, но эту, эту книгу я запомнила, вот я помню до сих пор, там, короче, женщина делала куклы, которые оживали ночью, бегали по этому и втыкали в людей иголки, и эти иголки, то ли умерщвляли этих людей, то ли заражали их какой-то болезнью, я не помню, короче, что-то с этими людьми происходит, на меня настолько произвела книга это впечатление, там настолько было все описано ярко, я месяц, если вот ночью мне нужно было встать, попить воды или все, или чего-то, я месяц не ходила по полу, я ставила табуретки от кровати до своей переступа, потому что настолько мне было это ярко, что вот сейчас мои куклы, которых я люблю, которых я играла, и они все оживут и превратятся вот в этих монстров, но потом что-то я посмотрела какой-то мультик, ну как-то отвлеклась уже, но потом прошло, и все, и я больше вот эти ужастики и все вот эти вот слишком эмоциональные книги, ужасов связанные вот с этой фантастикой, я не читаю, у меня есть сила мысли, если я в это верю, оно сбывается, поэтому я стараюсь свои мысли всегда в положительное русло, и думать только о хорошем, даже если приходит плохая мысль, такая, ну и что, все в сторону, все в сторону, надо думать хорошо, думать хорошо, а что хорошего, вот там кто-то хорошо, все, я думаю только хорошо, вот я прям заставляю свои мозги думать хорошо, все, поэтому у меня больше таких ситуаций не было, нет, я к психологам не хожу, я сама себе психолог, любовь это дар, это недвижущая сила для меня, это дар, любовь это дар, это надо уметь любить и людей, и детей, и тех же животных, и мужчин, и женщин, это вот, это надо, это надо, мне кажется, это не, это не, это дар воспитывая мы в себе, мне кажется, ну это можно научиться, любовь и влюбленность это разное для меня, влюбленность это вспыхивающее что-то внутри, нравится, какая красивая сережка, это влюбленность в эту вещь, а когда ты ее уже поносишь, эту сережку, да, и ты вот почувствуешь, как она у тебя там вот в ухе, и удобно ли тебе с ней, и вот, и как она тебя радует в зеркале, и как тебе с ней комфортно плавать, там, я не знаю, как тебе с этой сережкой комфортно ходить, не цепляется ли она в волосах, ну вот, тогда ты ее полюбишь, вот, любовь это надо, надо уметь, надо уметь находить в каждой человеке или вещи, какие-то вот такие вот плюсы для себя, да, которые тебе, и вот эти недостатки, где-то прощать, отодвигать, и ты будешь любить этого человека, ну, ну, бывает же идеального ничего, и вот тогда, да, любовь, я считаю, это, это, когда мозг понимает, почему, а влюбленность, это, когда просто чувства, эмоции, первые, вот первые эмоции, это влюбленность, а потом любовь, да, ну вот, любовь, ой, я чувствую себя нечастливой, когда меня предают, и когда я понимаю конкретно, что меня используют, и обманывают, вот, я прям вообще, меня это так расстраивает, меня это просто угнетает, и я не понимаю, главное, не могу ответить на вопрос, почему люди так делают со мной, вот я не понимаю, вот до сих пор, я не могу себе ответить на этот вопрос, да, я чувствую себя счастливой, когда, даже вот сейчас, я, я просто счастлива, потому что я познакомилась, с прекрасным человеком, который может задавать мне эти вопросы, ну, реально, я счастлива, я счастлива, что меня сегодня приняли, на макияж, хотя писала только вчера вечером, я просто про него забыла, я счастлива, когда съем, я, я конкретно знаю, что мне нужно в данный момент для счастья, вот, если мне что-то не хватает, я конкретно знаю, вот, если я сейчас выпью стакан воды, я буду абсолютно счастливым человеком, ну, вот, к примеру, да, то есть в данный момент, что мне надо, вот, я, никогда не жду подарков, может, поэтому мне их и мало дарят, кстати, кстати, вот, честно, никогда не жду, даже не прошу никогда, у меня никто не спрашивает, а что бы ты хотела, чтобы я тебе подарила, не знаю, я люблю очень дарить подарки, блин, как я люблю дарить подарки, и мне важно, чтобы в подарок попал в цель, и мне не важно, что это будет за подарок, мне важно эмоции этого человека, когда он получает этот подарок, вот, даже случай был, вот, давно, случай, давно, как-то вот этот коронавирус подкосил работу, вот, мало детей стало, как-то мы пока это выползали, в новое помещение переехали, и как-то не было возможности, раньше я часто дарила своим сотрудникам подарки на любые какие-то праздники, там, на 8 марта, там, на Новый год, на день рождения, мы поздравляли, все, то есть, ну, как бы от меня, как от руководителя, всегда был какой-то, то ли абонемент в бассейн, там, то ли абонемент еще, потом это как-то сошло на нет, потому что финансово было немножко тяжеловато, и вот сейчас, в принципе, думаю, ну, а я не могу, когда я не дарю подарки, я не могу, меня прям, ну, как это, ну, мне, мне тоже нужна эта эмоциональная связь, и был день танца, просто день танца, который никто не отмечает, кроме танцоров, и все про него забывают, и вспоминают только в этот день, и тут я открываю Инстаграм, смотрю, день танца, думаю, елки, бабки, а у меня как раз такой день, когда все педагоги фактически на месте, у них у всех уроки, и я еду, я просто покупаю розочки, просто розы, и прихожу, говорю, девочки, я вас поздравляю всех с нашим профессиональным днем танца, и всем вручаю по этой розе, господи, какие они были счастливые, я не знаю, это был такой эмоциональный ответ, и вот Юля эту розу занесла домой, она ее хранила, там и приходила, потом через неделю говорила, ой, она так долго стоит, где вы купили такие розы, это же такая роза, а я реально, я их так везла, вот в машине, прям, чтобы под ветроду, и под этот, чтобы она не высохла, Таня там ее подрезала, водичку меняла, говорю, это же, ну, это все, ой, это там, вот прям так мне это вот, зашло, не знаю, я бы, наверное, тоже хотела, чтобы мне розы подарили, не знаю, ну, не знаю, я никогда не жду подарков, хотя, хотя вот, ты сейчас спросил, а я очень хочу, да, блин, даже очень хочу, особенно, когда подарки попадают в твои какие-то, если ты где-то мельком о чем-то обмолвился, ну, и совсем не ждешь этого, то вот, вот такой подарок самый ценный, не дорогущий, не в стоимости дела, а именно в попадании, вот я, допустим, жалею, сколько уже лет, жалею, потратить деньги на курс макияж для себя, вот я прям, я прям хочу на него, но я понимаю, что для меня это, ну, вот не то, что прям первостепенная важность, да, и он вроде бы недорогой, этот курс, но как бы я хотела на него пойти, еще лучше, если бы мне его этот курс подарили, не, ну, это как пример, это как пример, вот то, чего я вношу в себе, да, чего, на что я жалею денег, вот то, что я сама себе, возможно, хотя я, может быть, когда-нибудь и куплю, но то, что бывают такие вещи, на которые ты просто жалеешь денег, ну, не то, что жалеешь, ты сама себе их не купишь, это должны дарить, ну, вот, как те же цветы, ты сама себе же не будешь покупать, ну, логично, а когда тебе дарят, это или любая женщина хочет, чтобы ей дарили цветы, любая, даже та, которая говорит, ой, что ты выбрасываешь эти деньги на ветер, нет, это не на ветер, это твое настроение, и твое, и вообще, у меня про подарки отдельная тема, это я сейчас вспомнила уже, как я к ним отношусь вообще, и какие они должны быть. Да, постоянно думаю, постоянно думаю про то, что мы не вечно на этой земле, и что когда-нибудь я умру. Пугает ли меня эта мысль? Нет, очень спокойно отношусь, и, ну, через день все равно я думаю об этом, особенно, когда касается каких-то глобальных решений, действий, принятия решений, очень-очень всегда думаю, что каждый, то есть, ну, то, что уже было, ты не вернешь, то, что в будущем ты не знаешь, а то, что происходит сейчас, ты можешь все изменить, и ты должен, ну, я себе говорю, что я должна менять это только в лучшую сторону, то есть, важен сегодняшний день, и сегодняшнее твое отношение, решение в жизни, то есть, важно то, что сегодня, и только сегодня ты можешь повлиять на завтрашний день, все, и я должна умереть достойным человеком, оставившим след, чтобы, ну, я хочу, чтобы не было людей, которые бы пришли или не пришли бы, и думали, она мне причинила вред, нет, я такого не хочу, я хочу, чтобы был только польза, и я все делаю для того, чтобы это было, ну, короче, чтобы каждый день был радостным, не только для меня, но и для окружающих меня людей, вот это главное, а то, что я умру, сто процентов, еще бы тело бы старело бы медленнее, чем оно стареет, вообще было бы просто идеально, так он есть у каждого человека, этот наставник, этот наставник есть, мы просто, просто многие не видят его, а многие, и да, я, для меня наставник, это обстоятельства, которые формируются вокруг меня, образуются, они же каждый раз разные, те обстоятельства, и если ты их видишь и умеешь их разложить по полочкам, да, структоризировать, струк, ну, короче, в структуру их выстроить, да, то оно и выводит тебя, то есть это дорожка, которая тебе указывается вот этими обстоятельствами, и на основании того, какой ты человек, на основании твоей доброты, на основании твоих человеческих ценностей, на основании вот твоего внутреннего состояния, которое ты находишься сейчас, вот по этой дорожке, эти обстоятельства тебя, это и наставник твой ведет, ну, к чему-то, иногда ты даже не понимаешь, к чему тебя ведет, но ты понимаешь все равно потом, некоторые через много лет ситуации понятны, да, некоторые сразу понятны, ах, вот почему мне надо было переехать в новое место, ах, вот почему мне надо было потерять любимого человека, а вот потому, что ты стала вот такой, а твоя жизненная, нет, ты не должна быть такой, давай меняйся обратно, поднимай то, что было лучшее в тебе, поднимай, не опускай, и вот, когда ты это все начинаешь поднимать, ну, вот тебе дорожка, да, ну, обстоятельства, все, а какой еще наставник, человек ты имеешь в виду, может какой-то, ну, нет, это все субъективно, один человек думает по одному на основе своих жизненных, а я проживу, каждый проживает свою жизнь, нет, ты должен сам, какой наставник, нет, люди не знают, как я могу любить, насколько, все, наверное, не знаю, ну, каждый же человек, а что люди обо мне не знают, ну, я достаточно открыта, но, опять-таки, видишь, тут все упирается в призму, с которой видят каждый человек по-своему, на основании своего опыта жизненного, и как он сталкивается с какими людьми, вот у меня сейчас, кстати, знакомый появился, у которого окружение такое, скажем, стрёмное такое, то есть, ну, постоянно были какие-то, наверное, использования его в каких-то делах, то есть, человек вот чувствует себя, в постоянной, находится, на остороженности к людям, и тут я такая появляюсь, так, а что там то, и все, и все по-простому, ну, как обычно я всегда с людьми, а он все равно вот такой вот, и вот, ну, вот что он обо мне не знает, да он ничего обо мне не узнает, вообще ничего, он не узнает, никакая я добрая, никакая я хозяюшка, никакая я, он ничего, потому что жизненный опыт у него плохой, вот, а те люди, которые захотят, ну, нет преград, я открыта, я всегда все покажу, что, ну, близкие друзья меня хорошо знают, и все знают, я ничего не скрываю, а что, скрывать нечего? О, это очень интимно, нет, давайте не будем отвечать на этот вопрос, он несовместим с работой, нет, давайте не будем, ну, да, внешний тюнинг, да, важно, как выглядит человек, конечно, я не люблю, когда, я вообще не люблю, как бы, косметику, вот, возможно, я ее сейчас к ней прихожу, вот, сейчас я к ней прихожу, потому что, ну, мы, мы не молодеем, да, то есть, кожа изнашивается, все изнашивается, а хочется проснуться и увидеть себя, наверное, ну, не то, чтобы той, когда была молода, да, но в состоянии, когда ты себе будешь нравиться, то есть, и вот я считаю, что вот косметика, тогда и надо начинать пользоваться, которая просто тебя прикроет какие-то мелкие, такие возрастные недостатки, допустим, вот, а так важно в тюнинге, ну, во внешности, я имею в виду человека, да, это улыбка и положительный настрой, и тогда вот это вот какие-то пятнышко, которые ты где-то шоуру ела в машине, да, между, между какими-то переездами, делами, оно уже будет и незаметно, а нельзя отмотать, посмотреть, на чем мы закончили, трудно, когда вот мало опыта и в интервью, да, и вообще вот так сидеть этим боком, этим, мне вообще сейчас бы хотелось сделать так, поджать ноги, и сделать так, на кресле, у меня нет кумиров, из, я имею в виду, каких-то знаменитостей, я смотрю за людьми, да, то есть, ну, вот, которые великие, какие-то пробились в жизни, мне интересен их жизненный путь, как они к этому пришли, какими они стали сейчас, и как поменялось у них мировоззрение с достижением такой высокой цели, вот это мне интересно, а равняться на них, каждый проживает свою жизнь, и я хочу прожить свою, я не хочу никого повторять, я не хочу никого дублировать, у меня свой взгляд, у меня свои, да, я могу где-то что-то принимать, не принимать, но все равно я сделаю по-своему, поэтому, таких как-то, я могу восхищаться людьми, но чтобы он был моим кумиром, и вот бабушкой своей, да, я восхищаюсь, ей 103 года, она до сих пор живет, и еще с тяпкой ходит по огороду, и портит нам цветы, ну, она 103 года с тяпкой, вот, я хочу быть такой, чтобы я могла до многих, до глубокой старости, прям двигаться, вот я очень, я, кстати, в Италии видела, вот откуда вообще у меня вот это пошло, когда я уехала в Италию работать, там, значит, бабули, которые, я увидела первый раз бабушку-итальянку, которая спустилась с гор со сноубордом, ей, наверное, тогда было лет 98, у нее свой супермаркет небольшой, и она вот с этой доской, и я навстречу, и она мне навстречу, и я понимаю, что ей далеко не 70, далеко не 90, это просто морщинистое лицо, но она настолько с этим румянцем, у нее-то настолько горели глаза, она медленно ходила, но она очень быстро ездила, она очень быстро, и я тогда сказала себе, Ира, вот ты будешь такой, даже в 98 лет, вот я хочу быть такой, я буду такой, все, вот это мой, вот это мой кумир, это вот эти бабушки, которые на сноубордах, у которых в жизни все хорошо, в плане, вот они свободны, в плане денег, и вот я вот та бабушка, вот это вот мой, да, это мой кумир, вот это единственный мой кумир. Один очень совет, я бы себе дала. Сначала нужно делать бизнес, а потом покупать жилье. Ну вот не слушать вот эти стереотипы, навязанные обществом, не поддаваться им, слушать себя и делать то, что ты хочешь. Я в молодости больше прислушивалась к маме, к своим родственникам, вот, надо сначала купить квартиру, надо сначала, чтобы было гнездышко, куда ты всегда можешь вернуться, создать семью. Нет, сначала нужно стать человеком, который свободно потом сможет купить себе квартиру, свободно сможет на основании тех знаний и умений, которые ты приобретаешь в бизнесе, найти себе пару, равную тебе, да, и тогда все, то есть нужно все делать наоборот. Все. Если бы тогда на те деньги, которые я купила, квартиру, ну я об этом не жалею, все равно так надо было произойти, да, вот, если бы тогда на те деньги я открыла бы кафе, как я хотела это сделать, пиццерию какую-нибудь, то я бы сидела сейчас не в этой квартире, ну возможно, я так думаю, хотя, случилось, что случилось, ну надо слушать себя, вот, больше себя, чем стереотипы, навязанные обществу, вот только свое, только ты двигатель себя и своей жизни, больше никто. У нас образование очень сильно отстает от прогресса, то есть прогресс настолько быстро двигается, а наши школы, они не успевают за этим. Нет переквалификации этих учителей, да, то есть нет, вроде базу какую-то они обновляют и дают, но учителя со старым мышлением, вот это, мне кажется, и есть тормоз, то, что нет переквалификации, и само обучение уже в университетах, колледжах и во всем, оно очень сильно устарело. То есть сейчас на курсах, которые ты купишь, даже на каких-то, ну не знаю, трехмесячных, ты больше узнаешь, чем в самом университете. Даже база, на которой строится вообще, да, она уже даже это устарела. То есть поколение поменялось, мышление поменялось, все поменялось, а там еще учат чему-то. Вообще предметы, мне кажется, надо менять вообще. С нашим миром, с развитием надо и предметы менять, очень многие. Убирать и многие добавлять. Допустим, мне бы очень хотелось бы предмет финансовая грамотность. Но не в том смысле, что вот банки существуют, нет, а вот прям, прям как 18 лет, чтобы я уже вышла, я понимала, что такое кредит, что такое там, ну вот даже элементарные вещи, с которыми я сталкиваюсь. Налог, какие налоги бывают, то есть вот в этом плане, чтобы я имела представление, что если у меня что-то случится в жизни, я могла открыть свое дело, не боясь, не так, как я открывала свою школу, вслепую, которая вообще не знала ни о налогах, ни о чем, вообще ни о чем. Ну прикинь, всю жизнь учительницы проработала, она за меня все решали, за меня все, мне говорили, что делать, да, какие танцы ставить, мне говорили, а тут ты свободен и делай, что хочешь, как говорится, да, ну, как, совместить бухгалтера, маркетолога и того же учителя и директора в одном лице. Этому всему надо было учиться. Могут и убить твою душу педагоги, да, то есть, ну, в школе, да, но все равно через это надо пройти, это закаляет. Опять-таки, как ты к этому относишься? Если ты слабый и по течению, то, возможно, тебя могут там и убить, и закопать. А если ты воспринимаешь это как вызов, как говорится, да, что вот тебе временно, ну, все временно. В школе ты тоже ж не всю жизнь, ты всего лишь там 10 лет. Или сколько там сейчас, 11? Уже не знаю сколько. Ну, а некоторые вообще после 9-го и до свидания, как я. то есть, ну, как ты к этому относишься? Я, я вообще к любым вот таким ситуациям надо относиться, как это временное, это все пройдет, надо это решить. Или просто, если ты ничего не можешь изменить, как вот, ну, ты обязан в школе учиться, да, ты можешь не учиться в университете, но ты в школе обязан. это пройдет, это временный этап, это все закончится, что я могу сейчас взять здесь полезного. Школьные друзья, одноклассники, какие-то новые знакомства, ведь каждый одноклассник станет кем-то, и в любом случае тебе это круг общения. Вот у меня была классная руководитель Анна Михайловна, вот у меня два учителя, которых я помню со школы, которые вот именно положительно на меня повлияли, да, я очень благодарна им. Это вот Анна Михайловна, учитель биологии наша классная, она всегда говорила, если говорить человеку, что ты свинья, он в конце концов и захрюкает. Она отличалась своей неимоверной добротой ко всем, даже к самым таким мальчишкам нашим, таким, скажем, как в школе говорят неудобные дети, да, вот, и вторая преподаватель, которая, да, вот верила, это моя учительница по танцам первая, вот, это, конечно, двое, остальные как-то я даже их, если честно, не помню, и я даже сейчас вот мозгами уже, когда я сама стала учителем, когда я поработала в школе, когда я погрузилась с обратной стороны в эту систему, я поняла, что люди, особенно учителя, любят ставить какие-то такие вот штампы на детей, да, то есть, вот, ты непоседливый, ты такой, ты неудобный, штамп, ты вот такой, сидишь, учишь эти уроки, вот такой, обязательный тебе такой штамп, ты там такой вот тихий, тебе вот такой, то есть, они сразу делят на какие-то, и когда мне нужны, допустим, новые клиенты, вот, я жду, допустим, новый набор детей, да, я часто в рекламе даже говорю, присылайте к нам своих неудобных детей, и я понимаю, что если в школе их гнобят, то я тот человек, который их вот эти неусидчивые качества, которые их вот эту вот энергию, для меня это это рай, а не человек, рай, а не ребенок, вот этот неудобный, который может ответить взрослому, который может задать тебе неудобный вопрос, который такой шебушной, вот эти все качества танцами приводятся в систему, ну, в норму, как бы, в норму, не норму общества, как считает, а в норму для самого этого ребенка, то есть нужно ребенка этого уметь, научить, вернее, управлять своими вот этими неудобными чертами характера для школы, которые школа считает, то есть сделать, блин, потрясающего ребенка из этого можно сделать, который умеет, потому что они, понимаешь, они импульсивные, эти дети, и когда они пропускают свои эмоции через голову, когда ты их научишь пропускать эмоции через голову, это буквально, ну, года два надо, чтобы научить ребенка пропускать эмоции через голову, он остается открытым, красивым, зажигательным, но он уже более становится тактичным, допустим, да, то есть более организованным, более обязательным, не просто такой, а, сказал там и полетел и забыл, нет, он уже вернется и доделает это дело, допустим, начатое, то есть, ну, вот, как это лучше, вот, даже не знаю, как, ну, я надеюсь, вы меня поняли, не знаю, вообще взаимосвязано все, жизнь, успех, счастье, успех приносит, счастье, счастье приносит успех, ну, как это, это вот, сама жизнь, счастье и успех, успешная жизнь, счастливая, все вместе, нет, не хотела бы ни пирсинга, ни татуировок, ничего, нет, люди вдохновляют, люди вдохновляют, окружающие люди вдохновляют, окружающие все вдохновляют, все от того, как ты к этому относишься, тебя может вдохновить даже просто от того, что ты открыл кран, и у тебя оттуда течет вода, это же прекрасно, раньше люди прикинут, шли на речку, зачерпывали, несли, переливали, господи, а сейчас ты просто одним движением поворачиваешь, у тебя хочешь горячее, хочешь, цени моменты эти, вот это вдохновляет, я какая-то сильно идеальная получилась, такая вся правильная, ну, это хорошо, наверное, мужчины говорили, да, мужчины говорили, что ты сучка, потому что они не получали того, чего они хотели, не получали мгновенного секса, не получали каких-то, ответы на провокации, не получали, говорили, да, ну, и, наверное, и женщины тоже, которые ждали от меня, какой-то ответный, которые провоцировали, да, говорили, что сучка за рулем, когда подрезаю, говорят, сучка. Ну, бывает такое. Не все мы идеальны за вождением. Я в себе не люблю неуверенность, когда она ко мне приходит. Неуверенность взойти в новое место, зайти, да, вот этот какой-то страх попасть в абсолютно новое какое-то пространство, где много людей. Вот там, где никого нет, да, ну, вообще свободно. А когда в какой-то, где много людей, да, вот у меня это вот, мне страшно. Но я тоже над этим работаю сейчас. Хожу туда, где мне неудобно. Вот, допустим, я на пляж вообще не могла одна раньше ходить. То есть мне обязательно нужна была компания. А вот в прошлом году, вот прям стою такая уже в купальнике перед этим мостом. Ну, я сходила. Ну, ничего страшного нет, оказалось. Ну, потом я уже не зависела ни от подруг, ни от кого захотела. Пошла, покупалась, поплавала, позадорала. И все равно, кто вокруг. Вот мне надо, я хочу сейчас, в данном моменте плавать. Все, погода хорошая. То есть, ну, вот, и то же кафе, допустим, новое какое-то, да, которое я никогда не была. Как ты заходишь, где там вход, где там столи, официанты, люди. Как это? Стало ходить больше в те места, не в которых была, а в каждый раз в новое. Вот, если я захочу пиццу, я не пойду в ту пиццерию, где я уже была, я пойду в новую. Вот, это вот таким образом я себя ворю этот страх. То есть, ну, он пройдет скоро, он уже почти на 50%, но вот, все равно где-то что-то вот такое. Феномен мужчины. Ну, вообще, мужчины прикольное существо. В наше время, мне кажется, мужчины разучились ухаживать. Они разучились общаться. Среди, у всех же есть какой-то, да, такой внешний облик той же женщины, да, которая тебе нравится. И часть, и вот многие говорят, допустим, вот, да, они все одинаковые. Нет. Мы часто находим то, что мы ищем, не там, где мы вообще ищем. То есть, если хочется такую девочку, допустим, найти, там, порядочную, там, я не знаю, добрую, там, да, чтобы о тебе, там, заботилась, любила, там, ну, не обязательно ее искать среди моделей. Или там еще кого-то. А можно поискать, вот, допустим, среди стриптизерш. Кстати, это самые верные жены, потому что они уже всего насмотрелись, и они знают, как. А стриптизерш как все воспринимают, да? А, там, такая-сякая. Ну, это такой контрастный пример, скажем, да. И вот я, допустим, на внешности мужчин я не зацикливаюсь. Если раньше, да, для меня важно было, чтобы передо мной эстетическое удовольствие было, да, то есть, насмотреть на человека, который бы мне нравился. То сейчас самое главное условие, чтобы у него не было пивного живота. Вот не знаю, почему не могу, вот это просто. А остальное важно, как он к тебе относится, важно отношение, важно взаимодействие на человеческом уровне, на человеческом отношении, на духовном, в первоначальном. И я найду такого еще, я точно уверена, я найду такого, потому что я знаю, что такой есть, который умеет ухаживать, который умеет любить, который умеет слушать, который умеет заботиться, который умеет... Я знаю, что такой есть, просто я его еще не встретила, вот. И я знаю, что я такому подойду, потому что я сама такая. Я знаю, как я умею любить, я знаю, как я умею дружить, я знаю, как я умею помогать, я знаю, что я могу сделать для человека, для своего мужчины. Я знаю, что я могу, и я знаю, почему я вынесла уроки из предыдущих 15-летних просто идеальных отношений. Я знаю, что нужно делать, чтобы они не закончились, ну, следующие мои отношения не закончились так, как закончились вот эти, ну, расставания, на виду. Я знаю, как надо. Это был вот, это был урок поджизненный такой, очень большой для меня, вот в личном плане. Но не мог, не могло это все продолжиться, потому что мы просто стали разными людьми. И бывает так, что люди становятся разными, они расстаются, но ничего там плохого я не вижу, допустим. Но надо найти мне сейчас, встретить такого человека, который бы, как это сказать, узнал бы меня такую, которая я, какая я сейчас. Да. Я хочу пожелать не предавать себя никогда и ни в коем случае. Я хочу пожелать искренности больше, душевности и чуть больше открытости. И чтобы материальное не было на уровне с вашим духовным. Я хочу, чтобы материальное вот в людях оставалось чуть-чуть ниже, чтобы духовность стояла немножко выше, чем материальность. И тогда, мне кажется, будут просто идеальные люди вокруг. И счастливые все. И к ним, и к вам такие же притянутся, какими вы сами будете. Вот прям будьте собой. Я не умею так делать. Я не умею так делать.